Мы живем в эпоху, когда достижения женщины в сфере социального равенства достигли, кажется, своего пика. Женщины добиваются выдвижения на самые высокие посты в бизнесе, в политике. Недавно у нас одна женщина избиралась на пост президента страны. Женщины управляют большими производствами, поездами, самолетами. Они добились включения в боевые части наших вооруженных сил. Недавно президент Трамп присвоил звание генерала морской пехоты. Женщине-афроамериканке Лорни Меллок. Женщины, одним словом, доказали, что они равны с мужчинами во всем. Они как мужчины. В таком случае у меня возникает вопрос. Если вы как мужчины, то есть ли среди вас, как и среди мужчин, свои нечестные, подлые, коварные, коррумпированные, готовые идти к своей цели по трупам? Или эти свойства присущи только мужчинам? Если они, эти отрицательные свойства, равно как и положительные, распределены между мужчинами и женщинами равномерно, то почему мы должны доверять женщине абсолютно во всем, а мужчину считать заранее во всем виноватым? Между тем, именно это сейчас и происходит, когда наш нью-йоркский сенатор Кристен Джилибран заявила по поводу обвинений Кристен Блази Форд в адрес суди Брэта Кавана. Я верю ей, потому что она говорит правду. Что это такое, мы уже слышали. Учение Маркса всесильное, потому что она верна. Серьезно? А почему? Потому что все женщины всегда говорят правду, а все мужчины всегда обманывают. Так? А как же быть с равенством? Как быть с равенством полов? С равной мерой доверия к ним? С беспристрастностью? С черной повязкой на глазах фемиды? Нет, это похоже на дискриминацию по половому признаку, на то, что какие-то женщины явно стремятся к воссозданию матриархата, при котором правильно все то, что сказала мама. Или, как заявила недавно сенатор от Гавайев Мейзи Херона, мужчины должны либо заткнуться, либо встать вместе с нами, в смысле с женщинами. И стать женщинами. Все это означает, что мама Херона или мама Джилибран может перечеркнуть все достижения западной юриспруденции. Презумпция невиновности, это что такое? Улики? Какие улики? Свидетели? Не надо нам свидетелей. Мама сказала, значит мама значит. Вам это нравится? Мне нет, потому что наши дети мальчики, наши братья, наши мужья, вернее их мужья, отцы никогда в жизни не смогут рассчитывать ни на какой маломальский ответственный пост, какими бы ни были их знания, опыт и квалификация. Любая не очень порядочная женщина сможет похоронить их репутацию раз и навсегда. Репутацию, карьеру, жизнь. Это в общем-то и происходит на наших глазах не в очень гармоничных семьях. Борьба полов за власть. Но в семье побеждает сильнейший, а в развитом обществе типа нашего на стороне угнетенных закон. И этот закон требует соблюдения презумпции невиновности. Этот закон требует наличия улик и свидетелей. И это в полной мере относится к делу профессора Форд и судьи Кавана. Такие дела.